запись пошла это третья часть прохождения legacy of the void на эксперте с вами михаил он же майкер и пламенный привет конечно же чатику что смотрит это дело все в прямом эфире записи прошлых двух частей есть они оперативно добавлялись заливались обрабатывались и можно найти и в разделе видео на гг и на канале собственно ютубе поехали прошли пролог прошли 13 миссий попутно старались выполнять очевидки даже если они были типа на уровне сложности пониже на бобрец и вот и продолжаем со столиным перепутали дать я перепутали со столиным петр 74 точно это столе у нас просто репетитор репетитор сам занимается этим на форме создавал и он из казахстана соль за это офигеть мой одинаковый ну у него 76 у тебя 74 в принципе похожи очень похожи по никнеймам так сейчас мы разбомбили планета которая была заряжена зергами и освободили боремся за право роботов протасовских не помню как уже называют и сразу хочу извиниться за то что у меня в голове все смешалось имена расы кланы название какие-то это нормально для меня феникс свяжись чистильщиками я буду говорить вот про чистильщиков освободили о пинге вершитель кладарион вы пробудились в тяжелый час для перворожденных вы показали нам что чистильщики грозная сила способна изменить ход войны и я прошу вас исполнить священный долг всех тамплиеров сражайтесь вместе с нами как раньше ты ничем не отличаешься от канглава ты тоже пытаешься подчинить нас я пытаюсь искупить ошибки прошлого я прошел через множество битв вместе с одним из вас фениксом я знаю вы связаны с ним канглав вас боялся но его больше нет я знаю что вы истинные тамплиеры и я прошу вас присоединиться к нам иначе нас всех ждет лишь погибель я посоветуюсь с остальными они совещаются раз мы теперь с вами пусть за нас говорит феникс времена изменились и мы еще многого не понимаем но пока ты держишь свое слово и иерарх чистильщики будут с тобой это было не сложно я запустил новую подсистему корабля в солнечном ядре откроется три новые способности но не будем торопиться сначала поговорим с алла раком нашим новым союзником это твоя затея совершенно бесполезно таким нужно отправляться на слей чистильщики могут оказать нам неоценимую помощь я бы не называл это бесполезной затеей да но как мы уже выяснили ты решил дать им свободу в надежде что они захотят тебе тролль тролль даже не думай читать мне нотации о моих решениях толна рим но мне так нравится спорить с тобой он он прав абсолютно то есть он обещает свободу за то что они будут будут служить и выполнять следовать интересам артаниса ну правда интересы у него в общем-то спасение всех тосов они благие но по сути да так военный совет про хана которые находятся в изоляции потому что все еще не прорвала связь с халой и халла наполняется энергией амуна все плохо ложится сложнее ему за давай обрежем слушай давай обрежем косички все-таки ты подвергаешь себя опасности рахана он считает что все войны и страдания являются следствием бесконечного цикла он хочет с этим покончить просто всех убить он уже говорил об этом но ты видишь только то что лежит на поверхности внутри его переполняет ненависть возмущенная гордость ради которой он готов испепелить все живое гибриды вот истинное лицо амуна он хочет не просто уничтожить творение зелна но и принести им при этом страдание да не самые добрые намерения посмотрим что в панели комплектации мы же здесь освободили нашей армии присоединились чистящики видимо пока что они готовы служить вот ривер мы в прошлой игре не протестировали колосс колосса с огненным лучом общем то тоже архона темного тоже и кстати в предстоящей миссии надо просто проверить хотя бы новые появившиеся и новых появившихся юнитов протестировали соответственно этого иммортала с ауе уроном дикий медленный не совсем точный но но очень мощный протестировали еще вот этого сентря в поза прошлой миссии который увеличивает дальние стрельбы на 2 единицы увеличивает урон к конкретной цели и способен ставить force field и а что еще то новое появилось это все было это все было а мираж я ответил на твой зов новые фениксы короче несколько способностей гравитационный луч он было есть на время исчезает чтобы избежать получение уроны и наносит дополнительный урон легким воздушным боевым единицам надо корсара проверить из первого строка авто старые знакомые корсары со сплэшем со стасисом так окей солнечное ядро там новая ветка появилась прежде поговорим с фениксом и каракс и совершили великий подвиг друг феникс так феникс я много думал об этом имени так звали кого-то другого не думаю что должен его использовать я это не он феникс был величайшим воином из тех кого я знал его никогда не пугало число противников и он выходил победителем ему покорялись враги которых никто не мог осилить ты доказал что так же храбр для него было бы честью знать что ты носишь его имя и я отношусь к тебе с таким же уважением твои слова честь для меня иерарх но однажды я найду себя и выберу новое имя но как скажешь главное что он самоопределился я изучил множество чистильщиков похоже они функционируют эффективнее когда находятся рядом друг с другом они используют свободные ядра других чистильщиков для разгрузки своих процессов распределенная сеть что это значит каракс их коммуникационная сеть повторяет структуру кхалы они соединены друг с другом интересно но на практике что конечно же синтетически между ними не возникает эмоциональных связей создавшие их инженеры не могли себе представить протоса без света кхалы если бы наши предки видели нас сейчас окей меню ядра так что открылось перегрузка матрицы когда дружные войска находятся в поле действия пилона их скорость передвижения повышается на 25 а скорость атаки на 15 эффект сохраняется течение 15 секунд после выхода из энергетического поля а это пассивочка просто ничего себе то есть рядом с пилонами мы получаем серьезный такой буст и по скорости перемещения по скорости атаки и еще 15 секунд после выхода этот буст сохраняется интересно действует ли на раскладку сантрей которые саппортят если действует то конечно надо использовать красных сантрей с увеличенной дальностью увеличенным уроном по какой-то конкретной цели форсфилдами спасительный щит получив смертон смертельный урон тоже пассивка боевые единицы не погибают а становятся неуязвимыми на 5 секунд этот эффект нельзя наложить на одну и ту же боевую единицу повторно течение это вообще ему какая-то спасительный щит и луч воздаяния копье адуна автоматически восстанавливает поврежденным механическим боевым единицам механическим боевым единицам и 10 строением можно ремонтировать до трех целей одновременно тоже пассивка контролить не надо все это значительно повысит выживаемость войск что-то будет сэйвить от неминуемой смерти раз в минуту что-то будет пассивно вычинять ну и что-то будет увеличивать делать баф короче скидываем весь саларит беруя 150 ничего себе как дорого а нужно только один выбирать точно в одной вежеветке может только один выбирать спасительный щит или ну мне механика спасительного щита понятно и хоть она и кажется более несбалансированной чем луч воздаяния я проверю как работает луч воздаяния три цели будет постоянно чинить за 100 за 100 ух есть еще 105 единиц саларитом саларит собрали весь кроме там в первой миссии когда не за что такое не собирал 15 людей штук надо определиться что взять определиться достаточно сложно наверное две пассивки а погодите почему сложно это пассивная способность наверно перегрузку щита она хороша пассивный газ и наверное темпоральное поле потому что заморозка тоже хорошо работает один саларит например перезарядку щита в кинем то есть починка щит работает когда но будет врыв какой-нибудь добываем газ и замораживаем врагов если вы пропустили первые две части обязательно посмотреть на что здесь по механике очень многое изменилось в старкрафте поэтому тут лучше ира ой так надо выбрать из двух планет но тут не принципиально на самом деле потому что нам в любом случае придется и то и другое давайте начнем с со слои на потому что о нем говорил этот аларах или колорак осознание того что чистильщики решили присоединиться к деламам наполняет меня радостью но еще остались толдаримы мы пошли на риск связавшись с алараком тассадар друг мой как бы ты поступил а ты сироту позволил бы мне это сделать но ответ не важен если с помощью этого союза мы сокрушим армии амуна то он необходим грелки получим после этой миссии излучатели пустоты соответственно с вторым-третьим модификатором полетели шикарный корабль а тут у нас что целая армада флот смерти под началом амуна призвано истребить все живое в этом секторе нам следует поторопиться ракшир ритуал захвата власти через поединок не терпит спешки он требует тщательной подготовки мы на орбите враждебного мира и на мушке у целого флота а ты говоришь о подготовке я собираюсь занять местом этот претендует на вместо до целого народа и будет дуэличка видим между ними и ты мне поможешь замен долгари мы выйдут из войны таков наш да было дело свершилось нужно соблюсти все границ это сделка нравится мне все меньше знал на что подписывается но без правда подробности что придется некоторое время потратить на подготовку сейчас новые диалоги после того как перелетели хочу узнать больше о ракшир вашем ритуальном поединке надеюсь его покажут чтобы понять ракшир ты должен вначале осознать суть цепи вознесения попробую давайте пацаны попробуем осознать суть цепи вознесения каждый из нас связан его волей и волей того кто стоит над нами однако существует способ вознестись клинком и кровью любой толтарин может подняться на ступень выше у своего текущего круга прикольно посредством этого ритуала отбираются те кто достойно вознесения те кто смогут исполнить волю амуна значит малаш сильнейший представитель твоего рода так считают но он еще не вступал в схватку со мной потому что лучше тогда с малашем договориться ну как бы он топить на данный момент то есть будут терны протасы около сходил на забивание мою в действиях толдарима их стремление услужить своему богу чего я не понимаю так это почему амун так просто решил отвернуться от своих верных союзников почему несмотря на их абсолютную преданность амун решил ими пренебречь он не остановится ни перед чем артанис и горькая правда состоит в том что ему не нужны союзники кроме гибридов он считает что прервет цикл насилия а на самом деле принесет лишь вечность ужаса столько параллелей можно проводить много разных раз гибриды уничтожение остальных я изучил полдаримские боевые машины они полностью повторяют технологии халаев единственное отличие используемые материалы как это им удалось издавна ходили легенды о кораблях не вернувшихся из космоса о пропавших флотилиях я слышал эти легенды о яростных призраках прошлого которые выжидают удобного момента чтобы напасть представь что все это время мы сами того не зная воевали против долга ли укладывается в голове это бы многое объяснила а у них укладывается незавидная судьба не знать радости собственных изобретений воруя чужие это просто жалко окей не терпится мне в миссию пойти уже давайте посмотрим что за задача для ритуала ракшир нужно чтобы приготовление были завершены в соответствии с древними предписаний этот все готовится к дуэльки собери воинов малаш наверняка попытается вмешаться так с грелками все понятно понятно тут темпосты керриеры явно придется воевать с вражеским флотом ну и собственно прилетели там флотилия целый раз развернулась 21 соларита это только бонусом то есть это не за миссию надо будет его искать и кроме первые дефолтные ачивки типа выполните задание убейте одного из стражей пока он пока стоит тирозиновый туман знаменитый тирозиновый туман который как бы все в курсе про тирозиновый туман завершить задание необходим необходимые меры на уровне сложности бобреться до 4 выброса тирозинового тумана то есть видимо будут какие-то циклы видимо будут какие-то выбросы которые будут что-то 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 делать их будет несколько моя задача уложиться до 4 то есть три выброса уже плохо соответственно эта миссия сразу превращается в миссию на время и да посмотрим слушайте тут красные архоны могут зайти неплохо если тут крупные юниты типа керреров мы можем подчинять их своим и корсаров как раз одно потестим 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 поехали танцор за цене заценил вам показал но не стал уже в пятый раз акцентировать на этом внимание вы же люди сообразительные внимательные смотрите на из траги повторяющиеся да 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 тирозиновый туман ежик в тирозиновом тумане так и есть амфи привет институторс не инститторис меткой голос спасу спокойный да в общем-то все протусы достаточно уравновешенный рта у них нет общаются мыслями раз взрослая такая серьезная средняя продолжительность там триста четыреста лет ну если не перенесут еще в робота сознание а так они вообще вечно живут если учесть что в холле хранятся знания эмоция всех мыслях событиях пережитым каждым воином протосов так что у них богатая история хорошая культура общение это стражи малаша убейте их чтобы я смог приступить к ритуалу если так нужно для дела смотрите что это за тирозиновый туман все его знают тирозин он периодически поднимается из нет русле и на и приближает нас к пустоте пока газ на поверхности войска омуна могут переходить в наш мир здесь они не обладают всей мощь но их на диск будет понятно то есть типа или иллюзорных таких созданий мне казалось ты говорил о верной победе о варах ты ведь любишь трудности разве нет подстава хорошо мои войска нападут на страшный как собрались пацаны собрались пока все заполнено тирозином нам придется держать оборону мне для ачивки нужно в тирозине победить короче смотрите во первых у меня есть и темп орал очка перегрузка щита пассивки работают на газ и на этот я сразу ставлю будьте газилку так как есть пассивка это просто ставить сразу три газилки и собирать газ наши звездные врата теперь могут вызывать излучать сары таты и вы драйвист подходит для перехвата врагов в бою так давайте разбираться делаем первичную разведку они нам пригодятся тут скорее всего уже да о пачки самое еще против вас не ничего на появление тумана 7 6 5 4 3 2 1 тут газ подрезали врата между этим миром и пустотой начали отворять а что я хотел я архонах хотела прибудет армия овай дрэй овай дрэй стандартные так три газа собирается это делаем это делаем а можно сделать сразу же пой эти чего зелки вы что а пассивка сработало видели спасся зелот и лечится и чиниться stalker у ю ю ю ю ю ю так а ну-ка стоп сердце можно вот так успел грелки работают но вы видите что проблем это в другом их до какого лешего азил отбьет nexus такой наивный ой пошла хилочка заказываем рабочих побольше чтобы раскачать базу нам явно говорят строй грелок строй грелок бобер грелки имба а я не слушаю ультралиски а и восстанавливают причем попробую сделать все-таки ой и это не то как архон это сделать если не из дарков то как сделать архону сража охраняют святилища пусть их злой и будет не от него и стоп лара фильмом я думал из по форму поехали до чести даже сражаясь за тебя давайте в бой пойдем сначала нам нужно укрепить защиту какую защиту ачивки ачивки да конечно но ясно мне удалось просканировать материнских очень плотно римов в этом регионе они перевозят у архоны сразу по т не думаю что будет возражать если мы избавим их от лишнего груза можно еще гейт пожалуйста 9 говорю вместо темпларов просто сразу вызывается архоны вот рабочих уже с перебором риверы архонов на них починка не действует мне кажется надо корсара сделал мне давай войдра и лучше пока войдра и грейт такой грейт сякой а сколько на архон это 175 ничего себе а как смятение нет почини р р нам нужно р ребята только р просто р надо под туманом захватить а и соларит вот за каждой по десяточке на это позже можно сделать 1 1 2 захватили иммортала да тут надо это просто делать архонов и мочить и все в порядке какой виспел ну ладно зелков только красный архон мой путь сокрыт в тени артанис туман сгущается самое время я хочу начать приговорил с год 1 колосс наш давай-ка сделаем так туман сгущается нужно 1 убить дайк вот так сделаем убиваем для ачивки 1 это не конец но начало конечно еще гейты пожалуйста еще пилоны будь кто-то посмел а снизу можно ультралист недостаточно энергии ультралистов не захватил не прав а вот этих можно захватить нельзя увы я в принципе могу этих захватывается не могу только обычных могу захватывать архон и как они гибнут а поля нужны вторые и надо идти сразу же на до третьего выброса что все сделать ну ёшки матрёшки ну кто так строит и ну мой путь сокрыт в тени ё-моё то есть мне нужно разделить грубо говоря до третьего выброса это второй выброс на я не успею в этот трай конечно сделать вторую ачивку вот но в принципе архон и жгут обычными вышками вряд ли удастся все поехали 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 самое время разделаться с моими врагами хотя может и получится до чего нет назад 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 аккуратненько аккуратненько помним про букву r подчиняем вражеского архона такого же красного нашему нексусу направляются корабли толдаримов сбить их тебе просто сказать все по захватывал вообще нет все и всех да но проблем это в другом проблема в другом в том что здесь то я не отобьюсь давай сделан так мой путь сокрыт попробуем заморозить их но тут огромное количество да этот не справлюсь надо валить назад эх дай карьера возьмем короче понятно нужно здесь тут играть архонами и и наверное забивать начинку на скорость работать исключительно а эти не могут он понятно этим не переманивают обычные архоны не переманивают работает как классно подчинка он на рахоны сейчас работает возьму пару пару скаутов она забиваем ребят простите я не выполнил ачивка лучше вы заработали достижение какое-то другое но это другое достижение я лучше сосредоточусь на саларите то есть надо было бы час забить просто само начало начать и пойти просто где там кто-то посмел ах ты красавчик наркоман чувствуешь это террорист жаль что у тебя не будет времени им насладиться армия омуна идет за тобой мотивирует мотивирует ладно отступлю приму сейчас эту атаку здесь кажись форжу убили все-таки да убили форжу ну прикольно захватываешь авианосец и все и профит вот этих не позахватывать ну никак вообще быть серия так достаточно простых да это тоже не захватить как же классно держится тут давай вот так сделаем перегрузку счета чтобы не терять лишнего народ делаем грейд на щиты потому что для архонок это топич да не послабее будут хотя не сказать чтобы совсем слабые сейчас отпустят их бродлорды да красный архон и тащит стоп и архона потеряю за симбионтов работаем все идем за соларитом здесь делается грейд буст надо естественно было кидать на грейд заходим переманиваем мазершип переманиваем серьезные корабли делаем архона фархоны на эр смятение на эф готовы да заходим нельзя переманить мазершип ну я переманю тогда остальных не понял что это такое кто это сделал не бойся смерти бойся корабли противника направляются к нашему нексусу вот сейчас мы его и эти корабли мы уничтожили материнский корабль толдоримов конечно прекрасно остался только один речь о том что в тени так давайте фатоночки еще здесь сделаем берем газ берем газ идем второй материнский а вот они здесь я думал где они идут а вот они идут скаутов перехватываем тоже давай эр 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 бесплатный лимит кому бесплатный лимит ох и тут еще карриер еще карриер так ну эр есть эр и здесь эр вообще найс правда они все равно пробежали потомки поубивали ничего так архоны то работают уже уже такой приличный лимит правда он не фиксируется как мой лимит может быть это даже и лучше пойду к материнскому кораблю к следующему имморталы нужны да на халяву то общем то и уксус сладкий и вот эту базу можно было захватить да давай поставим лай как говорится ноты сразу две газилки все равно бесплатно еще иммортал пожалуйста спасибо да кажется халяву ну это такое ощущение но первичные еще колоссы пожалуй колоссы это мой колосс ай артанис туман сгущается самое время еще один там маны не хватает просто на на все про все у архонов можно в принципе вернуться пособирать вот эту вот лабуду сделать тут еще парочку этих архонов здесь поставить пару пилонов собрать так собрать сяк а есть еще пара бафов очень легкая миссия если нет ну если не торопишься ну я не тороплюсь архоны на архонов грейт на атаку сразу же единственный минус опять же что вот этих вот не не по при не по призывать о я понял тебя и вроде как сюда хотя близко может и успеем работаем о на них можно смятение сделать правда они ни по кому не атакуют потому что я баньшей за это самое забрал какой урон классного архонов сколько там хаотичный поток 18 дальность 3 а здесь тоже заказываем рабочих и пойдем сейчас соларит наверху заберем и да и дальше в общем то тут еще немножко архонов штархоны это юниты юниты это армия армия это победа анализ пошел игровой ё-моё но вот это конечно плохо это не последняя оказывается была война а в чем часть идет сюда часть должна идти сюда давай-ка сделаем щиты чтобы не убили этот темп стын наших друзей а добро ну все должно спасть уже так чисто по ощущениям войска луны исчезли и ладненькая огромное количество красных шариков тут будет саларит мазершип подводим 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 и берем сразу раз два три четыре пять шесть а они под инвизом частично кузнец весь саларит теперь у тебя все 20 саларит собрали благодарю иерарх я содрогаюсь от мысли о том что они собирались сделать с этим саларитом раскидываем берем захватываем всех кого можно и кого нельзя захватываем тоже не все это захватил а а вижу так давай-ка вот так вот и вот так вот еще один страж свар добро если тебе так это нравится может поможешь нам ты же понимаешь что мне надо беречь силы для боя с малашем мана закончилась вархона так давайте подморозим зелков я не хочу просто сюда возвращаться так просто но и здесь атака плохо ну ладно я все равно эту точку забрал да их достаточно много их весьма много пару дарков сделаю на случай если нечем там отбиваться здесь к сожалению надо отбиваться там нужно отбиваться архоны без маны тут минус все рабочие просто все наш пилон атакова месторождение требуется больше висфера а артарис туман сгущает и опять сейчас придется начать приготовление придется отбиваться но этот момент нужно использовать для того чтобы восстановить собственно здесь ну восстановить пробок хотя пробки особо не нужны уже потому что потому что уже все лимит 81 как вы видите тут одних батонов полпачки 7 штук но лимит считается как один на наши зомби напали этих уберов убиваем малой кровью стоп 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 почему не могу могу идут здесь и еще на наши зомби напали о каратели арбитр могу захватить не могу захватить ничего себе это лимитец даже без не на время под конец довольно много жести выходит так газ собирается ок опять отменили базовый жалко сейчас марш бросок будет на последние две точки и будем добивать ну кажется еще не конец да еще еще будет там танки разложены и здесь еще но там я подморожу чтобы не там довольно много и имморталов и танков ну правда танков нет иммортала главным образом баньши иммортала я вижу да ё-моё прикольная миссия без красных шариков было бы крайне сложно и так как вы видите следующую атаку будет пережить очень сложным войска исчезли исчезли уже атаковать легко единственное что я бы восстановил все таки газ вижу что минералов не хватает собирал бы газ собирал бы вот так вот минералы на будущее на будущее моя задача сейчас позахватывать ключевых больших юнитов и просто пройти от одной точки ну вот эту и эту захватить это будет несложно я обещаю помним про то что есть тасис готово так а сюда мы проходим по воздуху типа да не лучше сюда а вот здесь уже захватываем или сметим захватываем захватываем темпестов помним про заморозку идёт две группы войск не страшно ещё темпест ещё темпест этих я не могу захватывать к сожалению о не-не-не давай-ка тут вот не будем пожестить ставим три стасиса во-первых во-вторых захватываем теперь в стасисе там уже базу убивают ещё захватываем захватываем и просто мочим а в пол и вперёд это победа а то тут уже пошли да красные шарики классные во-первых они не обладают ладно потом на встречу смерти темный бог уничтожит тебя я по горлу насытился его ложью сейчас долька будет что ритуал завершён что теперь эти предатели не были частью ритуала но обязательно помогли бы малашу и мне хотелось чтобы они умерли час пробил на это просто жрец был сейчас малаш еще бы сразись со мной согласно нашим законам или умри как трус мы сойдёмся в битве на заре я отвечу на твой вызов да и без одной ачивки тут сожалению но вы видели там надо было перепроходить и четко делать рашить грубо говоря тогда не видать мне саларита не видать мне в других бонусов поэтому просто просто вставляем как есть продолжаем запомни одно тамплиеры не бездумные орудия в твоих руках мы здесь не для того чтобы убивать твоих врагов под ложными предлогами обманешь меня снова и нашему союзу конец смерть стражей малаша позволила достичь нестольких целей когда владыка пойдет никто не воспротивится моей власти впервые за много лет я близок к победе я чувствую его беспокойство что через халу ему не подчинить а я обращу избранных против него ты еще не выиграл аларак не позволяйте разину затуманить твой взор это сражение тебе еще только предстоит я уже победил я тысячи раз видел внутренним взором как наношу бас моя самоуверенность лучше союзник твоего врага не позволяя ей помочь мало дом под тиразином слова привыкшим к поражению да да он он наркоман протас наркоман классно короче смотрите во первых красный архон в отличие от традиционного красного архона из первого starcraft а может атаковать то есть он в принципе ничем не хуже обычного просто с дополнительным свойством дополнительные свойства в отличие от 1 опять же starcraft а там кажется 150 стоило маны и регенерация достаточно медленно и было то есть вы получаете контроль над боевой единицей обладая при этом достаточно сильный свои боевой единицей короче красные архоны на мой взгляд из архонов топить в принципе вот сразу только лица лишь слабый не раздумывай действуй что касается остальных юнитов корсаров и и прочего я их не успел опять протестить опять же потому что красный архон затмил все сплэша нет говорят на самом деле пофиг ты то есть захватываешь колосса захватываешь иммортала кого хочешь захватываешь из механики и вперед карьера это все не пост не сопоставимые юниты по стоимости плюс ты их получаешь по на халяву фактически вот военный совет давайте диалоги в разум что нам расскажет девушка отвратительная традиция почему выживает сильнейший когда-то и халай думали также о пути тени которые практикуют неразимы это не сопоставимые вещи наше общество никогда не основывалось на основе их организации железная иерархия служение вышестоящим и непрерывное укрепление связи с самим амуном но ведь их удерживают обманом матриарх они не знают ничего иного как же они изменятся когда-то наши народы тоже относились друг другу с ненавистью и недоверием да мы считали ваши ритуалы варварством а вы видели в нас только жестокость также сейчас происходит и стал даримами после того как мы уничтожим амуна и откроем правду его предательстве они станут искать свое истинное предназначение свой будущий путь и самой главной особенностью темных этих архонов красных архонов является то что если они будут в составе войск вам не нужно заморачиваться по поводу антиэйра какого-либо во первых вы как только появляется какой-то воздушный юнит опасный вы его переманиваете и он начинает сам стрелять по воздуху вот и все то есть можно полностью сосредоточку забить на корсаров забить на все дело там риверов каких-то ценных имморталов архонов сантрей нужных и и просто сносить все ультимативная такая комбинация которая позволит ломать любые кабины проверим это на практике на следующей миссии новые штурмовые корабли готовы конспекции штурмовой корабль излучатель пустоты сфокусированная осадная атака урал то это типичные грелки разогрев до трех вас с повышенным уроном те самые которые были в самом первом даже бетки starcraft а увеличивая еще дальность атаки то есть у них не только урон возрастает но и дальность и разлу разрушитель преломляющий лазер атакует по нескольким целям типа форка типа чайника очень эффектно очень эффектно доп урон по бронированным но самое главное это как раз сплит такой идет неплохо смотрим и а где а вот темный архон он и есть он просто он здесь синенький я подумал что это как бы он это просто прототип так скажем вот ревнитель у нас уже был это было это было это было все было я возьму разрушители он нравится по по эффектам солнечное ядро это же понравилось понравились новые обилки которые пассивно что такое по видимому на потоке энергии пустоты на поверхности планеты я наблюдал подобное на ульнаре должно быть тирозин напрямую связан с пустотой там новые колоссы говорят алдаримы называют его дыханием жизни они считают что поглощая его могут обращаться напрямую кому довольно условное утверждение но его нельзя полностью отметать свойства этого вещества указывают на то что она может происходить из иной вселенной возможно поэтому она для них священна они ищут богатые тирозином планеты чтобы превратить их святилище своего бога то что мы нашли это место дар судьбы если ключ реагирует на тирозин также как на энергию пустоты я смогу использовать этот газ чтобы испытать возможности артефакта возможно проведение еще не покинула нас нужно сохранять веру я предпочитаю результаты иерарх мощь амуна превосходит возможности даже королевы клинков мы должны действовать наверняка и что с сарой она там пошла воевать за своих собирать армию да так пока не забыл военный совет и в панель конструирования комплектации заходим до стране гнева появился колосс преодолевает наносит большой урон одной цели баба где-то соточку наносит соточку турельку с двух выстрелов и этого с четырех а можно что вести колоссы колосса на типа не ауе они становятся но очень мощные я хочу риверов протестить тоже не доходило до него и здесь возьму все-таки излучатель пустоты оригинальные для того чтобы range был хороший возвращаемся на мостик выбираем ой не поговорил с нашим раком малаш показал себя могучим вождем это так поэтому победа над ним будет особенно сладкой многих ли ему удалось победить в ходе ритуала еще одно и число соперников он поднялся по цепи вознесения безжалостно уничтожая всех на своем пути будто его благословил сам темный бог он получил прозвище клинок амуна и тем не менее ему бросали вызов таковы наши обычаи и с каждым побежденным он расправлялся с особой жестокостью малаш любит оставлять своих противников пол живыми и наслаждаться их страданиями аларак я начинаю беспокоиться спокойствие это сказка для юнцов не готовы к боли и испытаниям реальной жизни оставь меня мне нужно подготовиться так и в солнечном ядре у нас же еще действительно 20 единиц саларита появилось новых которые можно куда-то закинуть 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 так я мне нравится луч воздаяние нужно его еще по или спасательный щит да давайте неуязвимость проверим тем более она дешевле два раза перегрузка щита на все хватает вообще можно топовые брать солнечное копье варп перезагрузка щита 125 ассимилятор ок что все равно архонов буду варпать в главным образом солнечное копье подкрепление вряд ли ускорение времени можно сделать и закинем остат оставшиеся восстановление щитов и наверное и доп припасы уже саларита так прям валом очень сильно можно устануть перед миссией тут бонус 15 за выполнение плюс 15 бонус за дополнительные задания поддержите алла рака отрядом из 25 боевых единиц и больше в задании ракшир то есть 25 юнитов и более нужно собрать разрушите 3 мексуса в задании на уровне сложности бобрец 3 мексуса разрушить разрушать я умею тем более что видите тут миссия не на время с увеличением уровня сложности там ну миссии на время становится жестче и жестче поехали ломать не строить ох тут дуэлька будет ну правда вряд ли я буду сражаться сам забудь про неуязвимость полная хрень говорит соли я же должен проверить не могу я верить соли в чате по тем более он на премиум не подписан с этого момента лишь алла рак и малаш имеют право сражаться друг с другом в этом бою нужно победить противника и повергнуть его в бездну обреченных тот кто сделает это станет новым лидером толдоримов а проигравший спрыгнет лишиться жизни ясно похоже их силы примерно равны там урон 2 3 наверное так и есть однако насколько мне известно толкают не запрещает союзникам бойцов поддерживать их на то есть если рядышком находишься то толкает он в эту классная идея хорошая идея я подготовлю наши войска а ваш будет яростно сражаться чтобы удержать власть мы должны быть готовы ответить тем же так что что делать грелочки есть это открываем да что делать сразу архончиков и следуем близлежащие я понял понял понадобится помощь наших воинов нет надо по земле же это делать сейчас быстро соберем тут может быть бесхозно валяющийся газ я не знаю как такое возможно но мои сканеры показывают что концентрация соларита в местных организмах крайне высока и что нужно уничтожить этих зверей не думаю что в этом знать не обязательно как скажешь звери это как раз соларит у нас да ваша псионная сила переполняет меня вперед рабы кто придет на помощь валашу я вижу ты забыл что эти воины подчиняются мне они тебе рабы спасибо хорошо сработало час я делаю первого архончиком а может и нет дело первого архоном так и тут есть база возможность нычку поставить есть нет сталкер потерялся о том же уже первые пошли какие как обычно ничего нового дополнительные гейты надо попробовать вот эту вот штуку собрать вот эту отбить ой 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 я понял 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 был неправ был неправ поехали потому что газа две газилки это стыд архон как не сработал это пассивочка ну ясно вот это провал вот это поворот вы видели так давайте попробуем все таки взять взять эту точку здесь пилон напрашивается по пути разогреваемся разогреваемся сиджи в скип грелки хороши тут заказываем рабочих идем ставить нычку но сначала газ делаем еще одного арахона подходят барсуки потихонечку ладно мне нечем пока захватывать понимаете нечем мой путь закрыт в тени с чего это вдруг убить всех человеков смерть всем человек но здесь опять та же самая тема что никого мне пока и маны нет а сталкера как-то не хочется захватывать если честно ладно отбились напомню что миссия не на время не на время так что все нормально все хорошо убьем сейчас потолочку одну узелка под спасли неплохо парочку смотри надо юзнуть сейчас я чувствую присутствие гибридов как гибриды идут на помощь не менее нет мы об этом не договаривались пишите обещание о вознесении ой мортал на нормальном твоя ложь раз-два я почти восхищаю с тобой хорошо неплохо вообще норм парочка еще архонов давайте саларит собирать уже пора я хотел еще фаржу запилить ой молодцы пробки ой вэл какие какие красавцы точка сбора была очень-очень классная так захвата следующего нет а кто охраняет саларит кто это жук ой какой какой жестенький то 1800 между прочим ну 1800 ладно какая 1800 всего ой больно как грелки разогрелись молодцы заказываем рабочих куда бьют бьют убили саларит десяточку собрали прекрасно вирмый зверь будет 25 юнитов для ачивки да нужно я думаю надо добавлять гейток еще парочку мой путь не хватает 25 юнитов уже почти 25 ой а тут тут новые клиенты смотрите колосс колосс давай сталкера нет сталкера не взяли так где ачивка не не 25 здесь еще надо постараться лучше сделаем грейт на поля вижу атаку с этой стороны скауты нужны мне скауты конечно был нужен скаут 1 одного убили к сожалению открываю здесь гейты так буст на апгрейда открываем еще немного пилонов которых нет я чувствую приближение гибридов давай архончиком и вот этого будет захватить тоже добро чувствуете какая имба я не хочу давить слишком сильно но хочу ачивку мой путь о все все вместе ачивка есть а вторая там ачивка какая напомните пожалуйста что там было по второй ачивке а три нексуса нужно уничтожить у врагов легко easy единственное что я бы хотел вот здесь вот добавить слегонца потонок и наверное надо часть армии вот здесь вот вызывать уже захватывать пробую грелочку надо всех ценных захватывать грелка моя решение завершено делаем следующий грейд сразу потом надо еще заказать грейд на атаку о это ж наш по солариту специалист захватить мы его не можем было бы странно конечно какая опция была это еще десяток соларита опять 5 парочка грелок хочу три грелки побежали не отомстить артанец шли своих воинов давай щит поставим а тут как-то слишком уж жестенько захватываем и там это атакует и тут атакует нажимаешь кнопку и выигрываешь просто разнесение можно сделать еще одну базу сюда вот например поставить . сбора атакова кто посмел кто посмел а ну ее мое давай темпы 100 возьмем нужно построить больше пилона убили нормально это какой нексус был первый колосс свой колосс свой колосс свой иммортала бы еще темпо 100 давай всех берем всех берем моды не хватает ну так раз два три с ой плохо все ребят да там шторм гибрид жесткий какой-то я тут теряюсь надо перегруппироваться ребят и под варпать конечно же тем более у меня группа войск такая есть клевая сверху с которой можно соединиться сейчас попробуем тогда здесь до заказываемся здесь до заказываемся здесь пилон 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 наши давят еще темпост мой темпост мой не бейте он хороший а слушайте не надо давить потому что видите он идет вперед потому что я на пути встаю пусть его лучше продавит архон иммортал архон я возьму с собой еще архонов потому что так еще пять соларита много 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 минералов к сожалению гейток не хватает да заказывай немножко гейток справа ничто не помешает мне отомстить арта они сошли своих воинов так сейчас архонов достаточно много предварительное сканирование показывает что соларит является побочным продуктом работы их аномальные пищеварительные системы я не могу тут ты хочешь сказать впрочем неважно да они жрут соларит так и есть тут убиваемся как раз нас подпушили очень много очень много врагов давайте сейчас постреляем слегонца раз два три с берем еще двух архонов почему вы не объединяетесь ребят просто не видно еще минус один nexus чисто в теории можно взять и поставить тут еще заход наверх открываем гейты с другой стороны зачем здесь что то есть видите газилочки какие-то а вдруг или естественно я забываю там делать грейды там третий грейд на защиту надо бустануть грейды опять же можно было это сделать значительно раньше тут что тут у нас много ресурсов а вот она собственно база видимо да без проблем вообще изи исполим не исполим у нас тоже лимита 300 где-то кому какое дело и окажись здесь просто ресурсы и все не более того да заказываем немножко зелков немножко лимита оооо 2к у него можем соединиться на самом деле сейчас а почему нет захватываем 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 темпы стыдок нужны артали с прислай войска мне нужна их сила вот и как то так убили исполина надо nexus найти даже сталкеров брать в армии не хочется место занимать только будут а вот эти вот да вот эти да надо берем берем еще парочку колоссов иммортала грелочку какой-то монтиер ничего не нужно делать просто идешь букву р нажимаешь тут уже керриеры свои и можно еще подштамповать ресурсы увидеть сколько это и новые керриеры наши три nexus убили тоже ачивка захватили еще одного темпаста все здесь лимита больше 200 но можно посчитать 4 группы заполненные как правило 4 лимитными юнитами иногда 2 иногда 6 имба какая да имба красные шарики можно ставить там одну базу вторую неважно там юнички это все уже тлен миссия очень простая при использовании архонов я подойду поближе пацанами чтобы движение движуха пошла ой как она быстро двигается это видимо в зависимости от количества юнита давай давай поддерживаем ментально поддерживаем на дно на дно да там несчастны два зелка два сталкера два темпла рассмотрят три зелка да ты на эксперте не я на втором уровне сложности бобрец там дальше слишком сложно просто я решил не браться малаш обманул вас нам не дано снестись долгариум никогда не стать гибридами амур вредал нас и за это его ждет смять ура долой весело арит собрали все ачивки выполнили новый портрет получили достижение бобрец столько чего куда мне их класть у меня уже все в ачивках спасибо прикольные там взялки со щитами силовыми долгариумы приняли мою власть и флот смерти теперь подчиняется моим приказом теперь я отомщу амуну за предательство твои собратья верят в это так же как и ты мне все равно во что они верят главное чтобы подчинялись сегодня говорят пройдем основную часть 4 миссии осталось говорят как несмотря на это мы можем не только прервать войну между нашими народами но и заключить союз ты так думаешь наши народы очень разные мы все жаждем мести и мы все протасы разве этого недостаточно хорошо беспрекословно убей мою власть и обьедить нашу не испытывай мое терпение амун силен вам не справиться с ним без союзников мы объединимся и вместе отправим его обратно в бездну давай скажем так мы заключили еще одну степку временно хорош говорят последнюю миссию надо будет нам первом уровне проходить она слишком жесткая я запустил новую подсистему корабля ты можешь настроить ее в солнечном ядре класс новые способности в солнечном ядре новый соларит 30 скажется кто-то принял а остальные боятся слушаться моих приказов вот оно управление никто не хочет вызвать тебя на Ракшир пусть вызывают никому не устоять перед моей ярстью это начинает надоедать мы сделали то зачем пришли теперь нам нужно лететь на Айур и разгромить Амуна ты не можешь приказывать мне Аларак мы вернемся на Айур когда я решу что настало время надеюсь оно настанет скоро классно классно с характером Аларак приятно слушать его речь тут еще диалоги Рахана Рахана я вижу правду Артанис откуда тебя знает ту которую скрывает Амун пока его собратья дремали в тысячелетнем сне Амун и его последователи высадились на Айуре они ускорили развитие нашего народа стали для нас учителями богами он модифицировал нашу эссенцию но затем потерял над нами контроль он и его последователи бежали на Зерус чтобы создать там зергов гибриды стали кульминации его усилий искусственные зелна созданные по его подобию их нам нужно рахана регина это слишком опасно остановись угомонись это мой долг я должна узнать правду принять ее теперь я понимаю в этом мое предназначение ты тупо знания хранишь какое твое предназначение я командую о колосс заглянул смотрите какой колосс хороший высматривают чё там светит тут дальним иди иди куда шел лишь чего устроили тут я боюсь не того чем толдоримы являются сейчас а того во что они превратятся когда будет повержен ты боишься что они никогда не вольются в наше общество мы с ними одной крови но они не такие как мы и глубоко внутри ты знаешь что этого не изменить нас ждут нелегкие времена но мы должны попробовать это огромный риск чтобы объединить всех протасов нужно много усилий мы как нити одной материи станем сильнее только связавшись вместе страшно подумать о том что может сделать с нами культура насколько сильно мы изменимся да мы изменимся возможно ты боишься этого даже больше чем предстоящей битвы впереди нас ждет неизвестность матриарах панель комплектации точно что-то новое появилась с собой новых посвящен темный архон посвященный псионный натиск новый архон кто же может быть круче красного архона ну давайте удивите меня мы отомстим за предательство ничего себе да это как как у сорочки заклинание это шар летит и молнии во все стороны псионная сфера поражает врагов на своем пути взрыв разума наносит большой урон единичный а ну это фидбэк переносит в жертву союзников ради восполнения энергии как-то очень неконструктивно по сравнению с темным архоном сферы ну и на зерлингах любой дурак на зерлингах так покажет насколько круто псионная сфера скорее всего она встретится с имморталом каким-нибудь и нанесет ему там а то есть даже в 2 тика где-то 15 урон а десяточку в секунду ясно понятно темный архон непобедим новых нет и вы знаете я должен оттестить все таки жука разок хотя зачем солнечное ядро феникс надо кота назвать феникс следующего а то феликсов много фениксов нет я и не рассчитывал если он осмелится предать нас предпринь хоть что-нибудь против тебя я расправлюсь с ним на месте хорошо я полагаюсь на тебя ну и ладненько меню ядра там 30 . до 30 . и новый луч поздай короче сбрасываем у нас 2 255 саларита и появился луч воздаяния затраты 0 время восстановления 5 минут копье аду на стреляет по наземным целям лучом наносящим 7 750 урона и полтора к по бронированным в течение 15 секунд луч автоматически наводится на цели если не управляют вручную бесплатно но если мы выберем следующий скилл например остановка времени способность тоже ничего не стоит время восстановления те же самые пять минут все боевые единицы и строение противника застывают во времени на 20 секунд и солнечная бомбардировка проводит бомбардировку местности при этом 200 случайных выстрелов поражают цели в указанной области течение 15 секунд каждый выстрел это 15 урона аое 30 по бронированным путем несложных вычислений получаем три косаря урона на протяжении 15 секунд аое а беру солнечную бомбардировку потому что солярит есть соларит пом 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 телепортации нет перегрузка матрицы можно кстати оставить перегрузку счета здесь возьму и есть еще сотенчик на распределение здесь до варп возьму паральное поле брать или не брать брать хорошая тема и ускорение времени ё-моё нот как говорится бет какое несущественное занятие ты пригод дискредитирует меня в глазах других протасов понимаете но мы не можем ударить по айру пока нам угрожают армии амуна корпус мебиуса контролирует производство гибридов амуна этому надо положить конец нужно добраться до пояса ревана и уничтожить станцию пока амун не наплодил еще в каждой игре в каждой компании должен быть такой персонаж который обладает хорошим чувством юмора и авторитетом это сразу завоюет уважение среди определенной части аудитории короче троллям он будет нравиться полетели ирак разведчики обнаружили вазу корпуса медуз посреди астероидного пояса ревана хорошо каракс что ты знаешь о их защите астероидное поле очень нестабильно и служит отличной защитой их базе копье адуна не пройдет это смогут авианосцы мы ударим врага в самое сердце тогда отправляемся амун поднял у меня армию взамен я лишу его собственной пафос офф не ну это протос и как без пафоса графон ребята графон завезли готовьте корабли к атаке ирак суда корпуса медуза почему-то не атакуют нас что-то не так аanyo мы будем глик за закопье адуна Это нападение не должно разрушить наши планы Контратака застанет корпус Лебиус в разглоп Хоть ты и не воин Ты знаешь об их защите больше, чем кто-либо другом Я поручаю эту миссию тебе, Кузнец Возглазь наш флот авианосцев, пока мои воины держат оборону здесь Так-так, брови сдвинул Бровирует Все, от кузнеца теперь все Зависит судьба галактики Вот так просто Мы как бы ливаем, ну за защиту отвечаем А ты, пожалуйста, реши вопрос, Кузнец Мне потребуются лучшие воины, чтобы очистить корабль от чужаков Я знаю, что битва не твое призвание, Кузнец Но с помощью своего тактического мышления ты сможешь уничтожить комплекс А теперь иди Я верю в твои силы Во-первых, одна из ачивок заставляет нас делать карьеров Уничтожьте 120 боевых единиц противника При помощи авианосцев в задании долг тамплиера Соберите 42 контейнера с ресурсами в задании долг тамплиера На уровне сложности бобрец И... Ну, выполните, собственно, миссию И соларита 35 Весьма знатно Причем большая часть соларита идет за бонусные награды Здесь хороши корсары, говорят Корсары, кстати, я еще с прошлой миссии их поставил, но не юзал Ох, не попробуешь ты риверов Ну, я представляю, я за риверов-то играл О, кстати, сколько стоит ривер? Мне кажется, 2100 Четыре лимита занимается, корабей по пятнашечке Урон соточка, если сделать грей, то 125 Это то, что осталось в голове после бродуора Много полезной информации, правда? Работаем Ух ты, это же Тор, не Тор Керриеры гибриды, смотрите, летают И если установить Мексус на внешнем краю платформы Демблиеры смогут пробиться к цели Но там нет наземных путей и очень мало минералов К счастью, наши авианосцы уже готовы С их помощью все может получиться Все получится Во-первых, дают сразу два Старгейта Дают сразу Корсаров Я открываю Старгейты Заказываем рабочих Есть буст Это барб Это заморозка Перегрузка А это что? Перегрузка матриц А, рядом с пилонами я быстро Быстрее летаю Я понял Так Тут надо было автопочинку брать, на самом деле Немерено первое время Ресурсов здесь достаточно А что они сами кастуют, я не понял Ничего себе Приехали Так, давайте, знаете, что сделаем Во-первых, мне нужны грейды на атаку Причем будто, скорее всего, полетит именно Этих я собирать не могу, да? Ладно, давай тогда Сентрио сделаем Сентрио молодец Ты считаешь моим И нужно, скорее всего, будет переходить Ну, собирать, во-первых, ресурсы Учитывая то, что их тупо мало Дальше Что дальше-то? Керриеры 350, 250, плюс 6 лимита Сразу же Сходу А это что такое? Это ресурсы, которые можно собирать в воздухе, да? Да, минералы Нормально Точку сбора С Старгитов Ставлю А, я их могу только варпать Серьезные пушки Тихо-тихо-тихо Я понял, понял Был неправ Был неправ А, газ у меня не добывается Мне же пассивка не на газ Михаил, Михаил Что такое, ну? Варпаем Батон Варпать батон Интересно Тут, во-первых, справа базу можно построить Я, наверное, попробую сюда долететь Дойти каким-то образом Готово У меня есть доступ к управлению Платформа в рабочем состоянии Платформу можно двигать Нет-нет-нет-нет-нет Ребята, у нас предали Дополнительным месторождением Вот так вот Классный миссий Мне нужно отправить несколько кораблей вперед Здесь сразу же Бункер находится Так, ну... Что я могу сделать? Корсара могу потерять Тарас Да ези тут всем Просто керриерами мочим и всем Это мелодия мне больше всего нравится пока что Нужно построить больше пионов Ой, все Короче, пассивку надо брать Реально Ну, которая... Ну, вы понимаете К нашему Нексусу Приближаются несколько банши Амун пробудился Он открыл нам глаза Что? Как? Кто? Ну, давай Нет, здесь нельзя вставить Нормально Так банши взяли И забрали мне Забрали Забрали мне Good day to die It's a good day to die Это и пароль, кажется, в Варкрафте Во втором И к тому же еще Так корсары разговаривали в первой Ну, в первом Старкрафте, да? It's a good day to die А пароль какой-то ходовой Ну, типа победа или там Неуязвимость Делаю зелка Но зелка не надо было делать Сейчас варпанем еще Вообще, можно сделать вот так вот, да? Great Раз Бомбардировку, солнечную батарею Но, кажется, солнечная батарея будет действовать только в том случае, если Давить Ну, если... Надо собраться Как сюда зайти-то? Сюда никак, это потом Мы можем переносить платформу Скоро Какие стазисные камеры? Какие стазисные камеры? А, это саларит Понял Я понял, понял, понял Они работают на саларите Сейчас он нам пригодится как никогда Я сэндрика оставил дома Они по этим штукам ходить не могут И вот сюда мы перейдем Следующим шагом Ну и ясно Нужно как можно быстрее выкачивать Выкачивать ресурсы Вот отсюда пробок надо как-то увести Возможно, их просто нужно... Ну, можно перенестись вниз, конечно Вот так вот сделать Раз Да-да-да Убивать их не стоит Сейчас все будет, пацаны Классное решение Очень классное решение Так, и наверх Поехали Отличное решение Я такой механики еще не видел В картах В Старкрафте имеется в виду Да и в принципе не помню Чтобы такое было Да-да Добываем эти минералы Потом налево, судя по всему, уходим Можно бы установить еще разок грейд Сразу, чтобы еще армор сделать Не зря же я буст взял, правильно ведь? Центериона оставил Бедолагу Ну, с другой стороны я не могу... А, вот, я могу сюда, например, за минералами сходить Оп, сатен Тут доделался грейд второй на атаку Сейчас делается третий грейд на атаку Рабочих, я думаю, строить больше не нужно Там тут уже с перебором их Единственное, что надо Нужно построить больше пилонов Может быть даже на платформе, которая... Которая даже останется сзади Хорошо Грейдов в этом ядре нет Можно сделать форжу Для того, чтобы там щиты сделать Пошел апгрейд Еще один Бусть его, наверное, смысла особо нет Потому что... Хотя нет Энергии-то уже все Газа уже нет Додобываем Минералы Оставшиеся Это вопрос... Воу-воу-воу-воу Не, лучше, наверное, пилоны ставить... Нет, тихо! Решил подсейвить я пацанов Поздновато, правда, принял это решение Парочку корсаров сделаю Пожалуй Пилоны нужно делать все-таки на основной платформе, ребят Так я рискую просто пачку пилонов отдать ни за что Можно было бы забить на эти два оставшихся минеральных поля На одно даже Ну, все равно вопрос Секунд Уже Пробки собираются 31 рабочие на минерале И все И теперь мы переносимся ориентировочно на левом Поехали Ой-ой-ой, забыли, забыли карьеров Ой, там же бункер Крепьё, ПРСТ И все А слоочная бомбардировка бесплатная Но здесь, повторюсь, лучше было сделать починку Минералов прилично Пожалуй, сделаю пока грейд на армор Его Можно подбустить Да можно Собрались И сейчас пойдем наверх Судя по всему Мне кажется, что в армии маловато Все готовы? Ну вот, видите, там На халяву просто набивают Поехали Вот она, база Справа Здесь бомбардировку тоже не нужно Потому что, ну что тут А хотя нет, можно попробовать Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах И делаем защиту Не все эксперименты стоит воплощать в жизни Да, это огромная такая вот АОЕ Залетает Ой-ой-ой ПРСТ Тут оказывается чья-то база Можно заморозочку сделать Правда, по кому Как бы мне здесь выручила починка А как она бы выручила Ребята Это был бы топич И, наверное, не стоит строить корсаров В этой миссии Потому что газа Ну, они умирают быстро Какая вот беда Хотя какое-то количество Против массы Райтов Пригодилось бы Ну, собираем А где пробки-то остальные? Все, я буфнул их На бункере Красавчик Большие еще Нет Слишком много Заморозку Кидаю А, перехватчиков маловато Не, перехватчиков норм Справились Так, давайте внимательнее Потому что я чувствую, что здесь можно Потеряв вот эту вот Кор Армию Ключевую Основополагающую Можно серьезно Серьезно зафейлиться Вообще Кайтим, байтим Нет Ачивка уже выполнена Рабочек нет уже Четыре батона Класс 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 Просто класс Давай возьмем Минеральчиков Возьмем минеральчиков Газом Бустанем пробок Все-таки Потому что без них Я как бы Как без рук Поехали Буст пошел Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Все вроде должно закончиться Восемь Девять И десять Одиннадцать Двенадцать Ставим газилочку Вторую Собираем газ Газа миллион Красных архонов Можно было красными архонами Ой-ой-ой-ой А ты откуда здесь, друг? Ой-ой-ой Что у нее? Это кэрриер просто Плотный очень кэрриер Очень плотный кэрриер Назад Пробью 200 в секунду сносит Центрика беру Ресурсы добываем Беру тут еще немножко Не стоит расслабляться Мне кажется Вот в этой миссии Все равно Поля Да, поля Поля Очень нужны И тут Центрики На восстановление полей Тоже были бы хороши Ну вообще И так сойдет Просто нужна Крит масса И И все Откатилась Солнечная бомбардировка Собираем группу минералов Еще Ой-ой-ой-ой-ой Баньши Конечно Много викингов Замораживаем И в общем-то Баньши тоже надо Заморозить Потому что Они же потом Сейчас пойдут Рабочих убивать Правильно-правильно Да Заморозка Топич Я умудрился Потерять Еще одного Карьера Рабочих Чуть-чуть Дозаказываю Но самую малость Еще один Карьер Построю тогда Батарею Да Батаре Эксис Тоже хорошо Зайдет Потому что Мы находимся Четко В одном Месте И блок Батарей Должен зайти Вообще Шикарно Шикарно Отличный Совет Так Заморозка Еще одна есть Энергии Не так много 5 карьеров Всего Ачивку Кстати дали И Соларид Соларид Последний Вот тут Находится Его возможно Надо было Просто лететь И сразу брать Либо Это мы уже Ближе к концу Но в любом Случа Мы сюда Будем возвращаться Так что Я в определенный Момент Смогу Принять Решение И пойти Туда Пойти Туда Так После этого У нас Выбор только Один Мы вверх Платформу Двигаем Минералы Додобываем Вот газ Зафейлил Там еще Осталось 300 газа Здесь Заканчивается Уже Я батарея Делаю Главным образом Для карьеров То есть Я не собираюсь Далеко уходить Грейды 33 Почти Почти 2 Поле К сожалению Есть Бомбардировка Есть Перегрузка Есть Стасис В общем-то А буст В общем-то И не нужен Пожалуй Забираем Пробок Потихонечку Двигаться Наверх В неизвестность Довольно опасно Но Еще опаснее Двигаться Без Не Надо Кэр Немножко Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Так Вижу Да тут Серьезная Группировочка Давай Раз И два Атрис Куда-нибудь Тоже Подальше Да Там Видите Еще Один Рейвен И пока Они там Отдыхают На халяву Просто Перехватчики Уничтожают Ой-ой-ой Уводим Ба Поля Восстанавливаются Батарейкой Работает Ну что Оставляем этот газ Соточку газом Да Лучше Кэрриера Там Одного Полетели Наверх В общем Поехали Ой-ой-ой Опаздываю 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 Так Тут Парочка Туреток Стоп Как-то опасно Мы При Швартовались Оставались Сделаю Сентрю А давай Вот так Вот так Сделаем Раз Пошло Ауе Тут Под батареями Держимся Да Солнечное Мне пока не очень нравится Хоть и Ауе Но А это Типа Перевалочного Пункта Здесь база Не будет Но Зато Будет Пачка Ресурсов Да Заморозка Есть И щиты В общем-то Есть Так что Наверное Не стоит Нет Щиты Из него Там Два Кэрриера Отлично Пойдем Зарядимся Пробочки Пойдут Собирать Ресурсы Собираем 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 Ценные Ресурсы Которых На этой планете Ну Крайне Мало Пробок Лучше Верну Собирать Лучше Наверное Сомтре Ой 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 Да Тут Еще Одна Группа Войск Которую Нужно Перехватить Будет Так Они сейчас Полетят Ко мне Так что Чтобы прикрыть Пробок Еще одна Заморозочка Будет И При Принимаем их Прямо Летят Я вижу По миникарте По вектору Там как Летели Работаем Раз Два Три Жалко Экспы За это Не дает Героев Нет Сдувает Просто Сдувает Эту Штуку Сейчас Что там Нужно Уничтожить Энергетические Ядра Уничтожаем Энергетическое Ядро Форсфилд Нет Давайте Лучше Вы Энергетическое Ядро Уничтожено Ядро Взяли Энергии Корпуса Мендиуса Упали На 66% Ничего себе Отлично Фазовый Кузнец Так Держать Напоминаю Что Руководит Этой Безумной Миссией Фазовый Кузнец То есть Тут все Серьезно Вообще Ой Возможно Я зря Сейчас Лезу Потому что Все Битое Ой Сентрик Потерял Подвел И потерял А я сюда Пришвартуюсь Да в следующий раз Давай тогда сразу Лететь Какие проблемы Опа Опа Стоять Бояться Нет Рано Оп Оп Ммм Ваза Атакована Ой Где А там Просто Пробок Не бьют Пробки Там В безопасном Месте Хотя Тут Есть Как Видите Есть Что Собирать Восстанавливаю Поля Отбиваю Следующую Базу Тут Есть Перегрузка Если что Ее надо Ее Зать Чтобы Не потерять По крайней Мере Вот Есть Вот Парочку Кэреров Еще Перегрузка Действует На Интерцепторов Что Немаловажно У них Там Жизни Кажется 25-25 Или 35-35 Кажется Сразу Плюс 200 Приходит И Жизнь Становится Значительно Проще Надо Пособирать Ресурсы Частично Оставил Наверху Частично Здесь Еще Есть Добыча Пошла Сделаем Последний Там Грейт Кажется На поля Еще Был Не готов Энергию Ну Буст Я не буду Тратить Стандартный Лучше Туда Буст Кину Постоянный Пробочка Справилась Молодец Добыла Берем Еще Рабочих На На добычу Второго Газа Собираем Здесь Ресурсы Ну И Наверное Стоит Тихоньку Добавлять Кэреру Потому что Добыча Есть Стало Быть Можно Можно Использовать Эти ресурсы Уже Так Тут Еще Небольшая Группа Войск Где Где А Это Здесь В общем Ну Ок Викинг Наглый Голиапы Голиапы Надо Зарядиться Батарейкам Еще Парочка Рабов Еще Кэрер Конечно Пилонов Не Не Хватает Кто Кто Где Понял Большая Группа Войск Замораживаем Замораживаем Добился Паразит Есть Солнечная Бомбардировка Которая Не Стоит Ничего Пробка Пойдет Возьмет Вот эти Вот Три Но Это Опасно Потому Что Там Под Боком Вражеская База И Блин Как Они Бьют Ну Голиапы Это Замечательное ПВО Единственный Минус Они Тупые По крайней Мере В первом Старкапсе Были Вот Сюда Можно Солнечную Бомбардировку Зарядить Только Вижена Нет А так Все Давай Как-нибудь Вот Так И Пусть Бомбит Зарядимся Есть Улучшение Есть Грейды 3 3 3 3 Получается Гляф Атакует Правда Здесь Восстанавливаем Поля Очень быстро Но Повторюсь Пассивка На Починку Техники Была бы Здесь Просто Незаменима Она бы Практически Не давала Не давала Все Кэрриер У которых Красные А не Оранжевые Они бы Все были Зеленые И Постоянно 3 Юнита Чинилась 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 Там Правый Верхний Угол Ой Пасно 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 Нужно Сентрио Одну Взять Контролить Слегонца Батонов Уже Набирается Критическая Масса Блин Так что Дело За малым Нужно Ой Не 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 Нет Что Я делаю Перепутал Кнопку Кажется Там Гонча Пошла Правда Я не увидел Где она А Это Наведение Неоцентрика Было Все в порядке Тогда Это Все Лишь Наведение Потому что Звук Очень Похож На то Как будто Гонча На тебя Срывается Так Правый Верхний Угол База И еще Один Реактор По квесту Который Нужно Забрать Напомню Что Вот Эту Штуку Надо Не Забыть Для Для Соларит Взять Это Тор Ой Здесь же Тор Ой У меня Никаких Бафов Вообще Нет Хотя Батоны Есть Тоже Неплохо Мне кажется Но он Кричит Как Бешеный Больше Пилонов Опять Раз Два Три Четыре Пять Ну подходим Заморозка Есть Да Давай Тор Давай Вот так Тащим Все Понятно Ну это Обычный Тор У меня 500 КП Было Я Заметил Нет Только Ни Сантряд Ваши Войска Вступили В бой Хорошо Ваши Войска Вступили В бой Отступаем Там Один Батон Точно Наладан Дышит И Вообще Батон Умел Чехи Тандра Та же Самая Тема Что И В первом Старике Выпускаешь Перехватчиков И Сразу Назад Заряжаемся Надо Убить Эту Штуку А потом Поедем Вниз Да Только Я Я не буду Тратить Здесь Никакие Никакие Штуки Никакие Способности Хотя Можно Было Это Сделать Потерял Некоторое Количество Рабочих Увы И Газ Не добывал 260 Ладно Хрен С ними Сейчас Добьем Постепенно Добьем Вверх Еще один Кейвер Помним Про Две Способности Которые Откатились Заморозочка В наличии Урон Дикий Планетарка Еще Стоит А вот Здесь Хорошо Быть Зарядить Опять Вот Так Вот И Щит Врубаем Вы Заработали Достижение Солнце Твой Враг Видимо За Нанесение Какого-то Количества Урона Обилкой Соответствующей Да Но Перед тем Как Повторюсь Уничтожить Одно Ядро Надо будет Взять Соларит Газа нет Внизу Я видел Там ресурсы Были Какие-то Газилочка Ну хорошо Критмассу Не теряем Миссия Достаточно Простая Тем более Еще На этапе Ачивок Подсказывают Подсказывают Каких Юмитов Желательно Боиспользовать Ой Вот это Плохо Ни одной Фатонки Ни черта Нет Придется Придется Стаси Съюзнуть Кэррера Все равно Забрал Гляфами Хорошо Там Два Газа Стоит ли Добивать Гляфа Ради Двухсот Газа Достоит Тем более Есть вероятность Что они Как-то там Еще могут Подойти Потом Ну вряд ли Конечно Это вряд ли А тут Не два газа Тут два С одной стороны Видимо Два с другой Как сметают Они Как сметают Ваши войска Вступили в бой И не факт Что это последнее Тут еще может быть Что-то А тут и по земле Можно полностью пройти Посмотрите на карту Там везде есть проходы Не по платформе А в обход Типа То есть мы можем По земле пройти Не через карьеров Короче играть Кажется Ой-ой-ой Пробка уже Слишком близко К танку подошла Вовремя осеклась А нет Тут тупик Тут уже тупик Ну все Собрали ресурсы Хорошо На пару карьеров Должно хватить И возвращаемся Значит Сейчас мы спускаемся вниз Здесь скорее всего Будет ответвление Направо Да вот По рельсам поедем Зарядим щиты Пробки для добычи Если конечно будет еще добыча Есть И И все Привет А как же фениксы Ну в этой миссии Фениксы Не такие полезные Вот Ну ты знаешь Поехали вниз Да На перекрестке Направо Так И сюда завернуть Направо Едем Есть еще кнопка Собрать все зонды Тоже такая Подсказывающая Как тут В этой миссии Можно играть И Что и вниз Вниз ведомость Внеизвестность Есть во первых Еще одна шахта Но прежде чем Вытрухаться Я пожалуй Просто слетаю Сюда Аккуратненько Так полечу И это Судя по всему Справа наверху Была Вообще Основная база Куда я должен был По логике Пройти Позже Огромное количество Газа валяется Вокруг Бомбардировка Еще одна есть Но я ее лучше На финалочку Юзну Ваши войска Вступили в бой Огогогого Тихо Тихо Так давай-ка Аккуратнее То тут Народу то Приличным Ай-яй-яй-яй Они перенацелились На неверные цели Ваши войска Вступили в бой корпус мебиус убиваем получаем еще саларит камеры гибридов уничтожены да и весь их саларит теперь наш да все прошло как нельзя лучше да еще ресурсы жадность побеждает меня но вообще нужно сюда врубать кто посмел и понятно мне непонятно но как бы неважно это бомбардируем замораживаем больше дисбаланса легко не миссии конечно две последние миссии были легкие по крайней мере в плане ачивок возможно стоит уровень сложности повысить из бобреца уже не готовы принимаю правление служить тебе честь для меня под халим тут ачив на 60 контейнеров у на 42 контейнера собрал все а там был еще ачив на платформу не более четырех раз подвинуть подвигать это тоже просто делается я просто видимо не все не все ачивки смотрел только основные три вот а так-то запас если крит масса керреров есть то можно а их сколько еще терял а если починка была лаборатория амуна разрушена его армии гибридов повержен ха легко же в какой-то момент мы были на грани гибели пробка поломалась мы выстояли благодаря смелости одного тамплиера очень не пробка среди тьмы я увидел свет отчаянную надежду каракс из кхалаев ты был рожден в касте ремесленников но сейчас и до мной стоит о повысили не зря там прогнулся перед начальством в конце у них классовая неравенство соответственно кто-то ремесленник кто-то тамплиер все как в жизни ты думаешь что победил пытаясь со спасти порочный цикл но меня не остановить амун я разбил твою армию тиранов разрушил лабораторию гибридов и привлёк твоих слуг на свою сторону осталось лишь уничтожить тебя наглая букашка я несу спасение и не в твоих силах меня остановить ты вернёшься на айур и умрешь он он ушёл какой самонадеянный я смогла проникнуть в его разум так же как он проник в мой его тело почти готово и сейчас он ждет нашего прихода чтобы направить против нас великий флот есть способ этого избежать нужно уничтожить священную пси матрицу айра иначе мы все обречены если он использует золотую армаду чтобы мы не смогли уничтожить его тело ты права матрицу придется разрушить твоя связь с халой было полезно нам всем однако пора тебе освободиться атаков амуна прерви свою связь опять за свое да отключись от он это освободись от прошлого рахана вступи в новую эру это единственный способ а сейчас будет резать битую пару как мы без гиггейм теперь а трагедия пришел час постоянно установить курс на айру с помощью терминала военного совета ты можешь выбрать одну из доступных боевых единиц нового типа ох ну сейчас нас от опять одарят новыми юнитами новыми способностями но керрера в частности там две наверное штучки но сперва диалоги которые вы так любите такое самомнение сколько уверенности в том что можешь управлять тем чего не понимаешь о тирана всегда этим решили подберись в черной дыре слишком близко и от тебя ничего не останется когда-то мы также думали о толдарима холорак мы считали вас бездумными безропотными рабами а мы считали вас слабыми нечистыми и недостойными уважения и вот теперь мы сражаемся вместе возможно с корпуса мебиуса мы действовали слишком поспешно мог быть и другой путь о том блееры я смотрю вы просто не можете в себе не сомневаться нет артанис истребление стало для них актом милозердия после гибридов спасать уже некого и нечего артанис золотая армада опустошает сектор я знаю что в открытом столкновении мы не выстоим но это можно прекратить рахана ты увидела что-нибудь еще до того как твои нейронные узы были отсечены да я видела гибель амуна когда перворожденные создали халлу зелнага очнулись ото сна они почувствовали некую неполноту в пустоте они обнаружили амуна вместе с последователями на зерусе и началась война богов амун выпустил свой рой и тогда рой поглотил зелнага лишь немногие остались на ульнаре в последней битве амун был повержен но не уничтожен он вернулся в пустоту и заразил ее своей ненавистью его служитель народ тысячелетиями подыскивал новое тело для своего хозяина гибридов это был важный шаг к созданию его нового тела которые сейчас готовят на айюре он уже близок к успеху мы еще в силах ему помешать рахана его можно победить снова панель комплектации линейные корабли пришвартовались копью адуна сделай выбор иерарх посмотрим посмотрим авианосец и ураган авианосец со способностью ремонтный дрон перехватчики атакуют бла-бла-бла чинит дружественные механические боевые единицы два дрона над каждым и они занимаются починкой причем чинят реально разных то есть дроны с этого они чинят соседа прикольная механика медленно но чинит и ураган это штемпост наносит существенный урон с большого расстояния и дезинтеграции наносит противникам периодический урон понятно мне карьера как-то поближе темп станем чуть медленнее и менее универсальные слушайте излучатель пустоты появился арбитры тоже из первого строка авто замечательный но это как мазар шип если вы только во второй играли только со способностями до стасис и рекол им постоянно невидимость очень конечно очень 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 хорош конечно арбитра вместо грелки я сделаю арбитра знаете что надо обязательно потестить ривер что я хочу вам сказать корсар мираж возьмем immortal остается здесь наверное возьму бонус к скорости да на крупные цели пил 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 или все таки рейндж и бонусный урон для авианосцев пофиг для имморталов хорошо для колосса замечательным заряжателей ради разнообразия возьму тут все таки побольше дамага тут оставляем центурион со станом очень хорош ачивочки новый портрет дали солнечное ядро тут диалоги тебе по плечу деяния тамплиера каракс я посвятил свою жизнь созиданию моим полем битвы всегда была мастерская моими врагами технические неполадки я в первую очередь фазовый кузнец и всегда им буду но времена меняются и даже тот кто не родился тамплиером может стать им через свои деяния тогда приготовься тамплиер ты нам нужен о как иерарх чистильщиков впечатлил твой дамага и они готовы поразить омуна в самое время рано еще рано мой друг феникс их также поразило и твое дарование о да они решили принять мое командование роль лидера для меня в новинку как и все остальное я не стремился стать иерархом я не был уверен в этом выборе наверное были более достойные кандидаты не попадай в ту же ловушку разума что и я чистильщики не просто так решили последовать за тобой так же как и дела мы решили последовать за мной неуверенность в себе только мешает принимать верные решения ты прав иерарх ты говоришь как настоящий лидер меню ядра во первых я отказываюсь от солнечной бомбардировки проверю остановку времени хочу проверить тут тут да к сброс остановка времени да спасительный щит да перегрузка щита да бом-бом-бом гармонизация искривления да темпоралочка бом-бом ускорение времени и остатки закидываем в щиты и строение максимальный размер армии все таки круто круто плюс 20 лимит еще хорошо на мостик предлагаю и летим уже на аюр разрушение но мы узрели и проблеск надежды мы уничтожим новое тело амуна и изгоним его из халы тамплиеры готовы к решающей битве там плюс 20 со старта а не максимальный лимит формулировка странная получается тогда а изначально доступный гармонизация искривления мне нравится понятно что можно сделать взять газ и вкинуть еще например во время строительства но это дает возможность варпать варпать все кроме ну все то что не делается в вратах а это имморталы колоссы керреры и прочее 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 но припасы я лучше вот вкину вот сюда вот чтобы строение быстрее строились на аюре получается две миссии да перелет пошел наш хоум планет братья сестры настало время нанести удар неужели свершилось чудо благодаря своей связи с халой ахана узнала замысел амуна он создает себе новое тело он существует лишь в нем и в кхале но пока его тело не завершено он уязвим и наверняка призовет на свою защиту золотую арман мы еще можем помешать им перенестись на аюр лишив энергии сети скрепления и это даст нам время чтобы уничтожить тело амуна умно когда под его контролем останутся лишь тамплиеры мы используем ключ и вытесним его из халы да но ненадолго этого хватит чтобы наши воины успели отсечь себя от халы это изгонит амуна в пустоту рискованно можно просто уничтожить их всех с орбиты и не тратить время в пустоту как ты смеешь это наш собственный народ я не пойду на такое аларак мы столкнулись с настоящим кошмаром но мы должны выстоять готовьтесь нас ждет последняя битва и мы вступим в нее с честью так задание это надеюсь не последняя хочу еще парочку элементы системы питания все матрицы расположены в трех местах на разных концах аюра так нам нужно разделиться и разрушить их отличный план разделимся я буду направлять вас свершителем с борта копья Адуна начинаем по твоему приказу иерарх диалоги естественные я просто хотел посмотреть может доп.нф какая-то будет надо по очепкам посмотреть не знаю что ты мечтаешь об этом но это невозможно наша главная задача уничтожить амуна мы должны полностью посвятить себя ей если нам удастся уничтожить физическое тело амуна и освободить мой народ от тхалы мы отбросим его в пустоту это достижимая цель это глупость риск слишком велик нужно уничтожить протасов сжечь все живое на планете нет а ларак если у нас есть шанс их спасти мы должны им воспользоваться не пытайся со мной спорить я лишь хотел дать тебе мудрый совет но если ты в нем не нуждаешься я умолкаю айл айл многие представители моего народа видят его впервые они были рождены на шакуэсе и только в легендах слышали о родине теперь когда сила ключа в нашей власти они наконец-то смогут узреть свой родной мир зератул был прав ключ подарил нам надежду да хотя и не так как мы предполагали и все же своим самоотверженным служением зератул подарил нам этот шанс я всегда буду чтить его за это так же как и я всеонная матрица впервые была активирована три тысячи лет назад так странно я знаю об этом радостном событии только по историческим записям я не чувствую воспоминаний я не могу поведать тебе о радости которую испытали протосы в день активации пси-матрицы а еще о каскаде мыслей который пронесся в Акхале и в сознании гордых халаев и тем не менее мы знаем все что нам нужно о тех временах рахана да но пойми меня правильно если я знаю о событии настолько мало мои рассказы и советы могут быть не точными даже неверными возможно именно так и нужно воспринимать историю с некоторой неопределенностью смотреть на нее сквозь призму той эпохи в которую живешь хм ключ реагирует на энергию пустоты на поверхности аюра но с такой интенсивностью это может быть только амул сколько нужно времени для подготовки ключа этого я не знаю так его использовали лишь однажды кто-то явно пытался воздействовать на ключ скорее всего существо народ который упоминает тиранский инженер слон его использовали чтобы вытянуть из керрига энергию пустоты и в дальнейшем использовать ее для возрождения амуна принципиально это возможно но взял нага столько энергии артефакт никогда не предназначался до удержания такого ее объема ты найдешь способ каракс я знаю что ты никогда не успокоишься я верю в тебя благодарю иерарх но это сложная задача глюч задумывался как вместилище а не тюрьма я так явственно представляю себе аюр словно чувствую теплый бриз алдеры и наполняющий меня солнечный свет совет преторов также направил меня в алдеру в юном возрасте именно там я впервые выпустил пси клинок и феникс тоже для него это был важнейший момент в жизни он чувствовал великое предназначение четко осознавал смысл своего существования надеюсь увидеть это место которое он так полюбил место о котором ты вспоминаешь больше нет тот мир ушел в прошлое значит вместо него мы построим лучший мир там на трансляции в курсе проблему части пользователей уже решает все в порядке если рассинхрон то просто обновить страничку и все должно быть на некоторое время по крайней мере хорошо и что на этот раз демотиватор ходячий так не позвольте ни одной боевой единице погибнуть от псионной энергии на последнем этапе задание возвращения тамплиеров захватите не менее 15 вражеских единиц способностью каракса возвращения 15 единиц и более возвращение тамплиеров на уровне сложности бобрец поехали а 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 активные способности привязаны клавишам q и я кушка как правило это директ какое-то заклинание наносящее урона а е это заклинание какой-то поддержки там лечение вызов бейлингов у керри ганбл ксора говорит оба на а чё уровень сложности понизли почему понизли есть уровень сложности новичок боец ветеран эксперт и бобрец бобрец это когда эксперт плюс попытка выполнить ачивки такая невнятная попытка выполнить ачивки иногда получается тихо тихо всеонная матрица бьющиеся сердце айура созданные сети гайдариновых кристаллов разбросанных по всей поверхности планеты ее источники энергии расположены в трех местах если их уничтожить сеть искривления будет отключена угу я пошлю три отряда мы должны разрушить матрицу до того как амун призовет на аюр золотую арману так а вторая ачивка какая там ну 15 подчинить воинов это понятно возвращением спасти там вторая уже вылетела из головы простите чатик помоги отправляетесь в цитадель вершителя там находится первый источник энергии но город заражен сергами неважно мы очистим антиох от сергов а не слить от пси да точно самому этим заняться у нас в разум 150 150 что у нее постоянно замаскировано понятно быстро восстанавливает щиты рывок я растений досрочно восстанавливается то есть а я растению 8 раз быстро переносится между противниками в радиусе ага то есть q и собственно е сначала е потом q а потом е что еще а ларак папа плотнее при убийстве органической боевое восполняет здоровье щиты кушечка идет что там выпускает прямо перед собой силовую волну 50 урона плюс 25 по воздушным отбрасывает назад а е перехватывает указанную противником нося 200 урона смертельный рывок еще разок единицы нося так это директ странно да конечно я тебе нужен гуф на скорее всего гуф плановый но странно что эльдар об этом урона значит волна разрушения зерки чтобы задание елая жалкое зрелище они все падут предо мной ух ты шьёжик так секундочку так секундочку так что там а и с Продолжение следует... 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 Очень эффектно, конечно. Нет, нет, нет. Ой, как он восполняет, вы видели? Как он восполняет жизнь. Там три нинуса. Так, могу ли я пройти... Нет, там оверсир. Ты разговариваешь с младенькой. Да будет так. Надо прорваться, ребят. Надо прорваться. Ну... Изи. ХП у них немного, но если постоянно действовать, то все нормально. Пройдешь, пройдешь, все нормально. Все хорошо. Правда, палят тут. Кажется, там тебя поджидает стая муталисков. На твоем месте я бы постарался не привлекать их внимание. Ой. Ой-ей-ей. Ой-ей-ей. Регеним, регеним, регеним. У нас еще очень много дел. Подожду, пока уверсиру идет направо, тогда у меня будет время, чтобы по границе здесь пройти, не получая при этом урона. И, собственно, сюда дверь надо открыть. Ага. И тут солнечное копье. Ну, в смысле, как называется наш главный корабль. Никаким образом не участвует. Увы. Так, саранчиды. Саранчиды милишные. Я сам не знаю, что еще, говори, как я пожелаю. Ну, как милишные, они... Ой-ей-ей. У них маленький рейндж, это не те, которые... Хотя нет, они шли. Там были летающие и обычные. Лишь потому, что я так хочу. И с одного удара не убиваются. Как я пожелаю. Ладно, поехали. Ой, там их много как. Таков путь к вознесению. Конечно, я не могу. О, я согласен с твоим решением. Ну, что еще? Наши желания заспадают. Ну, легко же. Таков путь. Внутренний зал закрыть со всех сторон. Даже мое искусство не позволит нам проникнуть. КП только потерял я. Попробуем более грубый подход. Увразум. Охраняй меня, пока я готовлюсь. Сергий наверняка почувствует мою растущую мощь. Сбреваю версиров, ну, баст, да это долго. Приведите Аларака сюда. И будем в разумном минуту отбивать. Главное не попадаться под оверов, скорее всего. Собственно, ключевое. Какой он? Почти гадал. Еще чуть-чуть. Битый, да? Эпично. Фраги Дарка лечат Дарадар. Дарададар. Ну, это было видно сейчас как раз вот. На примере Зерглинга. Убиваешь там пять человек, которые вплотную стоят. И он восстанавливает свое здоровье. Тебе не только удалось открыть дверь. Не Зергли, не источник энергии нас больше не побеспокоит. Свяжись с остальными и расскажи о моей славной победе. Рахан, мы с Алараком уничтожили источник энергии. Дай знать остальным, что они могут выступать. А, следующая группа. Там уже три отряда. Сейчас Феникс будет с кем? Каракс. Раханой. Ой, нет, Каракс. Заодно заценим Феникса, а то когда ты его вызываешь, там не особо понятно, что он делает. Время, друг Феникс. Гибриды серьезные противники. И чтобы с ними сразиться, нам понадобится помощь. А тут как раз ачивка переманить будет способность. Да, Каракс, Феникс. Мне не удастся вывести роботизированные единицы издания из-под власти Амуна. То есть на роботов действует способность. Которая расправится с гибридами. Фазовый кузнец всегда готов. Используйте освоение. Все мы темплиеры. Или смертный. Мне не удастся освободить его пилота из-под власти Амуна. Потомку можно строить. Его действие. Вот. Ничего себе. А у тебя что? Три способности. Громовой рывок. К противнику оглушая всех на 2 секунды. Вихрь. 60 урона в секунду в течение 3 секунд. И он еще может передвигаться. И накопитель щита. Время восстановления 45. Полностью восстанавливает щиты Феникса. Срабатывает автоматически. Когда запас прочности отлично. То что нужно. То есть Феникс у нас танкует. Да. Каракс у нас строит фотонки и... Ха-ха-ха. Я не ощущаю присутствие поблизости роботизированных единиц. Нету, конечно, да. А, он сам, в общем-то, и друг... Короче, Феникс сам работает. Да. Все мы вверх. Сентрика взял. Где-то здесь. Но территория фрама просто огромна. Часовые, бессмертные, колоссы, опустошители. Прежде чем двинуться дальше, мы должны заполучить их как можно больше. Конечно. Так, давай Сентрио возьмем вторую. Амун не сможет. Добро. Тут можно просто мир захватывать. Патроночка пошла. Я могу захватить находящиеся здесь врата и завод робототехники. Серьезно? Если так, то мы сможем усилить армию теми войсками, которые посчитаем нужными. Умно. Конечно. Ногу оболтаю. Слава. Интересно, фазовый кузнец. А меня бы ты смог контролировать. Хе. Если бы Амун взял твои системы под контроль, то да. Думаю, я смог бы их очистить. Так, ставим гейт, открываем. А, можно с Сентрика сделать. А здесь и Морталы. Ну, я не уверен, что пока стоит тратить бабло. Тем более, что... Используй мои умения. Хотя, наверное... А-а-а. Амун не сможет победить. Да, нужно использовать, потому что дальше мы не сможем... Мы идем к цели. ...юзнуть. Ну, потому что не будет... Да, это лучше двух Аморталов, одно Сентриок. Что вы служите? Как быстро строится. С ума сойти. Мне бы такого на миссию. Вообще будет отстройка по полной программе. Перейдем к цели. Амун не сможет победить нас. Пси-матрица падет. До решения... Да. Тихо. Слава не подвласт на время. Все мы... Мы едины. Захватываю все, что можно захватывать. Тем более, что кулдаун... Мои сенсоры засекли множество опустошителей впереди. Пытаются заключить их. Большой риск. Но их огневая мощь того стоит. Большой риск. Конечно, риск. Не-не-не-не-нет. Ну, давай-давай. Так, Каракс. Давай-ка ты... Ты один справишься. О, большой риск. Действительно большой риск. Что я должен сделать? Ох, одного Ривера. Надо поставить... Иммортала, скорее всего. Ладно, давай одного. Окей. Жалко. Можно было трех Риверов взять, а? Для этой карты, говорит, пасхалка есть. Ну, значит, изучаем. Жалко. Мало я захватил Риверов. Мы идем к цели. Мы едины. Я внимательно тогда осматриваю. Двигатель прогресса. Я согласен. Это было Фениксом танковать. Да, надо было бы правым. А я его возродиться. Я... Я слышу тебя. Их построить можно. Все мы... Ну, да. А сколько урон, кстати? 100. По строению, правда, 150. Армор... Так, и... 150 и 200. Довольно плотные, получается, риверы. Решение, сколько найдется. Разместите строение в энергетическом путь. Так еще и имморталы вижу. Еще парочка сентрей. Эту сентрию игнорирую. Ачивку дали. Я согласен. Сентрию одну убили, кажется. Но зато захватили имморталу. Псиматрица падет. Отвага. Двигатель прогресса. Решение вскоре найдется. Тут некого. Ох. Я не единый. Я согласен. Фатонка классно принимает на себя удар. Все мы темплиеры. Все матрицы. Еще группа ресурсов. Архон не переманивается, увы. А тут захватываем. Можно сделать имморталу. Можно было захватить Фатонку, которая по центру. Это уже вторую я проигнорировал. Ну я-то, наверное, сделаю еще парочку иммор. Парочку-тройку и парочку сентреи. Я вернулся. Раз-два, раз-два. Теперь гибридом с нами не справиться. Такой лимит, конечно. Думаю, ты прав, мой друг. Теперь нам пора выступить к источнику энергии. Так, я проверю справа, в поисках эстер-эга, потому что тут явно какой-то закуток. Убил зря сентрю. Надо было проходить вперед. Убил зря сентрю. Я засек обрелся робототехнический узел. Его захват позволит нам создавать колоссов. Зря ресурс потратил. Нет, иммортал. Так, Феникс пусть танкует. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Берем газа немножко. Можно пройти вот здесь угол, но забраться наверх даже колоссом отсюда, по крайней мере, нельзя. Здесь тоже вроде никак не пройти. Но хорошее место для пасхалки именно внизу, в правом углу. Будем искать пока как получится. О! Здесь вроде проход. Так, вот, 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 энергетический напиток-пилон. Валяется. Вон он. Это, видимо, тот самый эстрак. Заныкали, заныкали. Колоссатник-то, говорят, захватит. Да, сейчас захвачем. О, Сандрика забыл. Что я должен сделать? Я в небо золу. Фазовый кузнец. Но мне нужно все равно к роботиксу дойти, для того, чтобы колосса сделать. Потому что, ну, лимитом мне все равно хватит. Давайте, не будем... Я согласен. Не будем почем зря тратить время. Сейчас все равно разуплотним. Я слышу. Фазовый кузнец всегда готов. Армия, очень серьезно. Ой-ей-ей. Захватили еще колоссом. Да будет так. И еще колоссом. Нет, потонка! Потонка добила. Жалко. Прогресса. Мы едины. Все. Путь открыт. Мы идем... Ой! Ваш самый все пролылился. Ваши братья стали в лодке моего повелечения. Он рассказывает от меня. У Феликса щит восполнился. Гибридов много, но как бы пофиг. Можно было X5 просто убить. Из-за сплэша, из-за такого... Возможности хит-андранить, потонки ставить. Очень простая тоже миссия. Теперь мы можем разрушить источник энергии. И сейчас будет третья часть этой миссии. И там, получается... Кто там остался? А, Артанис, соответственно, и... Этот, Рак наш. Она выпустила на поверхность Аюра огромную волну псионной энергии. Вот он. Боюсь, что твоя жизнь под угрозой, Иерарх. В пещере позади тебя накапливается псионная энергия. А, Рак же был, точно. Все нормально. Сейчас один буду. Не волнуйся, Каракс. Мы с воинами оставим ее далеко позади. Окей, вот это на время уже. Артанис, я высылаю тебе на подмогу. Дарки. Они расчистят путь и помогут тебе в продвижении. С бонусным уроном. Как и чистильщики. Высылаю призмы искривления. У-у-у-у. Имморталы. Высылаю своих воинов тебе на подмогу. Все помогают. Как в Властелине колец. Ну, почти. Так. Ешка у нас позволяет... Позволяет восполнять щиты. Да, звездный ветер это вовремя-то вспомнил. Так, ну двигаемся, двигаемся, ребят. Нормально. А, звуки у меня с АОЕ. Возможно, стан был бы здесь полезен. Артанис, недалеко от тебя отряд чистильщиков сражается с зергами. Мы практически уничтожили их крупный пуль. Такое впечатление, что у этих... У... У имморталов... Хе. Френдли фаер включен. Проходим, проходим, ребят. Так, вижу. Присоединяются еще зелки и сентрики. А, ну и колоссов парочку я не заметил. Как-то в попыхах. Энергия на мини-мапе видна, где она там наступает. Е прожму чисто профилактически. Я веду свой народ щеки. Еще разок Е нужно прожать. Опять же, потому что только начинается битва. А там у всех щиты были сняты. Узелкань даже местами подконтроливаю. Сейчас нужно снова юзнуть щит. А сентри мне на урон, да? На урон. Может быть, это и правильно тоже. Скоро дарков увидим. Скоро дарки просоединятся. Ох, они тоже там по дамагу дикие. Да, даже заморачиваться не будем. Там опять фризалаги, фризалаги. Я подожду немножко. Сори тем, кто в записи это смотрит. Да, у премиума все норм, но я не буду продолжать, пока там не нормализуется у остальных. Сори тем, кто в записи это смотрит. тут войско говорит дают по умолчанию независимо от того что ты брал копия дуна но я не знаю может это совпадение конечно мне дали сантрей тех которые на баф дали дарков тех которые на прыжки и на урон и дали зелков которые крутят хотя нет зелки я вроде составным оставлял да скорее всего дают дефолтных юнитов вне зависимости от того что ты взял ну что как у вас дела понимаю что технические проблемы сейчас параллельно решают жалко конечно что паузы но есть возможность пофлудить по крайней мере с премиуме можно пообщаться они то слышат у них не гуф так товарищ 10 фрозен это скорее все связано с настройками стримера конкретно то есть если у тебя какие-то прямые не лагают какой-то лагает то может быть связано и с интернет соединениями если там битрейт например больше хотя бы на мегабит на 2 на тем уж не хватать может быть это связано с количеством fps у зерга кажется 60 и стало быть может быть у тебя лагает не интернет браузер например попробовать надо поменять плеер один на другой в бета профиле в своем или попробовать сменить браузер то есть или включить аппаратное ускорение во флэше если у тебя флэш сейчас кстати по графикам должно быть лучше я смотрю но не факт не факт конечно вроде более менее распределилась нагрузка хотя нет нет там не все так просто так давайте я сделаю стоп по записи по крайней мере и будет вторая часть трансляции